язык важнее жителей людей заставляют массово покидать латвию настоящий геноцид 21 века такова тема нашего сегодняшнего 304 выпуска новостей в рамках постоянной рубрики мартовские иды сегодня наше внимание привлекла статья на крупнейшем не только в латвии но и прибалтики новостном портале delphi.lv очередные распоряжения о выезде читайте о высылке получили еще 56 проживающих в латвии граждан россии как сообщили в латвийском управлении по делам гражданства и миграции эти люди не выполнили требования поправок к закону об иммиграции латвии понятное дело о чем идет речь эти люди просто не смогли сдать экзамен по латышскому языку глава управления по делам гражданства и миграции мая розы явно чувствует себя победительницей еще в октябре прошлого года управление уведомило свыше трех тысяч граждан россии проживающих в латвии об истечении срока действия видов на жительство для дальнейшего проживания в латвии требуется только одно сдать экзамен по латышскому языку напомним что с первого сентября прошлого года вид на жительство в латвии был аннулирован для более 25 тысяч граждан россии проживающих центральной республики прибалтики как отмечают латвийские сми свыше 60 процентов россиян так и не сдали латышки с первого раза теперь выясняются печальные последствия как сообщает портал дельфи на данный момент латвию покинули уже 632 гражданина россии понятное дело эти люди покинули латвию вовсе не по своей воле как говорят комментаторы идет планомерный геноцид 21 века по языковому признаку многие граждане россии проживающие в латвии родились на территории советского союза тогда когда латвия входила со встав ссср получается что людям попросту некуда ехать вот они и прячутся кто где с другой стороны как говорят обозреватели наблюдается настоящее выдавливание граждан россии буквально на днях 20 июня 2024 года семь латвий в третьем и окончательном чтении принял новые поправки закону об иммиграции эти поправки обяжут проходить языковой тест на знание латышского очередную новую категорию граждан россии проживающих латвии как сообщает портал дельфи речь идет о тех россиян которые оформили вид на жительство по уже переставшим действовать документе о въезде и пребывании в латвии на учете республиканского управления по делам гражданства и миграции таких 5000 человек в общем языковой геноцид 21 века продолжается понятное дело 5000 граждан россии это новые претенденты на вынужденную депортацию из латвии так что моя роза начальник управления опять наверное ликует ведь все что она обещала сбывается конечно возникает закономерный вопрос кто следующий и тут многие сми обратили внимание на интервью латвийского президента эдгарса ринкевича он заявил о том что четверть русских жителей латвии открыто поддерживают россию путина и кремль по данным википедии на 1 января 2024 года численность русских латвии составляет четыреста тридцать семь тысяч и так берем эту цифру и делим на 4 получается сто девять тысяч триста девяносто шесть человек именно столько по мнению президента латвии русских поддерживают путина кремль ну и так далее конечно многие люди в шоке что же будет с ними дальше неужели тоже получат предписание на выезд из латвии получается что знание латышского языка вовсе не гарантирует то что ты можешь жить в латвии как говорят комментаторы кто знает может быть 7 латвии примет очередные поправки какому-нибудь закону и обяжет людей подписывать какие-нибудь бумаги клясться в своей лояльности и так далее и тому подобное а кто не подпишет те с вещами на выход как отметил один из комментаторов его очень возмутил чисто этнический подход эдгар соренкевича почему он говорит только о русских нелояльных неужели латыши все стопроцентно и лояльные латвии комментатор разместил такую фотографию мол посмотрите что стоит у моего латышского друга оказывается гражданин латвии вовсю смотрит российские телеканалы так что депортировать придется не только четверть русских но и многих многих латышей смеется комментатор а другой комментатор напомнил что то сказать охоту на ведьм начал как раз сам эдгар соренкевич когда он был еще министром иностранных дел латвии то постоянно обновлял так называемый черный список в этом черном списке эдгар соренкевича немало знаменитостей например николай бурляев василий ливана помните шерлока холмса владимир гостюхин александр панкратов черный алистарх ливанов борис щербаков ну и так далее список невероятно большой напомним что в советской латвии проживало почти три миллиона человек а сейчас только официально осталось миллион восемьсот тысяч а пессимисты говорят что в реале в латвии проживает не более полутора миллиона некоторые говорят что даже это преувеличение мол в действительности в латвии сейчас проживает миллион триста тысяч или даже миллион двести тысяч не более только за минувший год минус составил 12 с половиной тысяч жителей и что делают нынешние власти только лишь увеличивают минус выходишь а в центре не души такое ощущение что властям нашей республики дали задание избавиться от населения пишут комментаторы кое-кто иронично добавляет и на все это с ужасом смотрят латышские стрелки возле памятника оккупации латвии а кое-кто шутливо напоминает мол зато к нам приезжают регулярно писающие мальчики правда даже они что-то перестали в последнее время к нам приезжать получается что действительно язык важнее жителей вот такая сложилась сегодня печальная ситуация в латвии центральной республики прибалтики в этом смысле действительно можно согласиться с некоторыми комментаторами что это как не геноцид 21 века ведь главная задача любой власти это благосостояние населения ну а в лапе получается главный акцент делается на сокращение жителей а как иначе можно воспринимать все эти бесконечные поправки к очередным законам как шутит кто-то из комментаторов проблема в том что латвия сегодня должна уже 18 миллиардов евро и чем меньше народу значит тем меньше надо заимствовать идеальный вариант чтобы на территории республики вообще никого не было в общем меньше народу меньше затрат латвийские сми сообщили что сейчас собираются закрыть очередные десятки школ комментаторы иронично пишут правильное решение зачем тратить лишние деньги на образование ведь выпускники школ все равно потом уедут кто куда согласно опросам населения все больше жителей латвии сидят на чемоданах властям стоило бы задуматься но вместо этого принимаются очередные поправки чтобы еще больше людей уехала и так много уважаемые зрители вы смотрели 304 выпуск новостей в рамках постоянной рубрики мартовские еды на канале март лайф неужели язык действительно вождение людей абсурд какой-то но увы и ах такова сегодняшняя реальность в латвии центральной республики прибалтики как всегда напоминаем что вы находитесь на канале март лайф у нас много видео на самые разные темы немало сюжетов которые мы посвятили и латвии и другим бывшим советским республикам смотрите ставьте лайки нажимайте на колокольчик кроме того задавайте на вопросы мы обязательно на них ответим а на сегодня у нас все до следующих встреч друзья пока